Медицинские отделения Но объемы оказания медицинской помощи, которые мы обязаны оказывать на этих койках, они у нас остаются в прежнем объеме. Поэтому, чтобы койка не пустовала, чтобы она не стояла без пациентов, нам достаточно 15 койок. Согласно медицинским статистическим показателям, перераспределенные койки работали, если говорить профессиональным языком, с недостаточной нагрузкой. Так утверждают специалисты. Свою позицию они озвучили сегодня на брифинге с участием представителей госпиталя, медицинского сообщества и депутатов. Оптимизация, по их словам, имеет ряд преимуществ. Прежде всего, позволят сократить расходы в сфере здравоохранения и сэкономить дополнительно 9 миллионов рублей. Из двух отделений организуется одно отделение. Это означает, что не будет еще одной ставки заведующего отделением, ставки главной медсестры и сестры-хозяйки. То есть, это административный управленческий персонал в структурном подразделении, который погружается в персонал хирургического отделения. Вот в этом и есть, в том числе, суть этой оптимизации. Кроме того, 10 оптимизированных койок будут работать в формате дневного стационара урологического профиля вместо круглосуточного, как это было раньше. Госпиталь предназначен для лечения определенной категории людей. Там не должно лечиться другая категория людей. Инвалиды-участники войны, значит, пролечились за это время 9,1% всего. Значит, ветераны боевых действий, члены семьи погибших, ветераны боевых действий, всего 18,1%. Но зато у нас, значит, ветеранов труда 22,1%, гражданских 14,9% и детей войны 33,3%. На встрече свою точку зрения от лица всех афганцев выразил заместитель председателя общественного совета госпиталя Николай Лазарев, ветераны против реорганизации коечного фонда. Афганцы против сокращения коек в госпитале. На сегодняшний день нас убедили пока, что я сам лично был, смотрел госпиталя, есть свободное место. Мы держим на контроле афганцев, мы заинтересованные люди. Депутаты областного ЗАГС собрания от КПРФ присутствующие также на встрече, как обычно, ничего не поняли. Ни смысл реорганизации, ни почему койки пустуют. По их мнению, отделение нужно вернуть обратно. И о том, что вы говорите, 5, 6, 4 коек не используются, потому что не было людей, но это некорректная информация, необъективная. Я не знаю, откуда вы эту статистику берете. Вы лучше меня знаете наполняемость, и вы лучше меня знаете, как стремятся люди попасть именно в госпиталь ветеранов. Коллеги, если так вот суммировать, и уже дальше не вникать во все нюансы, моменты, качество лечения страдает? Нет. Доступность страдает? Нет. Медперсонал, который вы сейчас так активно пытаетесь защитить, он пострадал? Нет. В том числе и врачебный состав. Поэтому везде, куда ни кинь, везде получается, ну не такой и скачок вниз, или как шаг взад. К слову, ежемесячно в больнице в отделении урологии стационарную помощь получает порядка 50 инвалидов войны, участников боевых действий, жертв блокадного Ленинграда. То есть 600 человек в год. Ринат Алиулова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.